Красная шапочка – старая, знакомая всем с детства сказка. Но в этот раз детей ждет встреча не с девочкой не Андерсена, а Шварца. Начинается все как обычно. Вот красная шапочка берет у мамы корзинку с гостинцами и отправляется к бабушке на встречу приключениям. Но в лесу она встречается не только с волком. Кого здесь только нет – и уши, и заяц, и леса. Кукол в этой сказке много. И все они – дело рук художника Ирины Костриной. По-моему, детям такие куклы нравятся, и мне тоже. Это академическая, вы же знаете, что у нас академический театр кукол, Нижегородский. Вот это классическая тростевая кукла. Я люблю не просто шарик и маленький носик, ну как он, шарики, шарики. Мне они неинтересны, мне нужен образ, понимаете. Вот тогда мне интересно работать. Все эти куклы становятся живыми. И это самое главное волшебство кукольного театра. Мне нравится, как, ну, движениями, там, как они себя ведут. Я еще овалю. Дома такого не будет. Здравствуйте, птицы! Здравствуй, красная шапочка! Здравствуй, красная шапочка! А вот так выглядит спектакль за сценой. Когда видишь механизм работы, становится понятно, что все чудеса кукольного театра – итог сложной работы. За сценой атмосфера другая, нежели чем с той стороны. Тут даже, мне кажется, еще как-то более сказочный все происходит, потому что здесь очень много народу работает под куклой, и все помогают друг другу, и тут и перестановки идут. Это же зрители ничего не видно. В этом спектакле есть все, чего ждут от сказки самые маленькие зрители. Яркие куклы, опасные приключения, хитрость и, конечно, победа добра. Поэтому, кажется, первая премьера сезона удалась. Екатерина Оруджева, Василий Низов. Объективно. ННТВ.